На встречу с интереснейшим человеком, начальником управления архивами области, пришли учителя истории, обществоведения, экономики и права всех учебных заведений городского округа. Встреча с Александром Алексеевичем прошла в формате семинара, который был, пожалуй, полезен обеим сторонам. Одни слушали, затаив дыхание, другие задавали интересующие их вопросы, касающиеся современного процесса, определяющего подход к преподаванию истории. Вся проблема, по мнению Александра Капустина, в том, что исторические события с течением времени обрастают домыслами и вымыслами. К тому же разные авторы по-разному трактуют происшедшее. История должна строиться исключительно на фактах и цифрах. Она требует трепетного к ней отношения, аккуратной трактовки и опоры на подлинные материалы. Особенно теперь, подчеркнул он, когда делаются попытки извратить историю Второй мировой войны, сместить акценты, подменить факты и события. Победы нашего народа в Великой Отечественной, где он продемонстрировал свои лучшие качества, непреложная истина. «Можно спорить по поводу революции. Нужна, не нужна. Можно спорить по поводу Ложжевского войны. Нужна, не нужна. Можно спорить по поводу Николая Второго. Хороший царь говорит плохой. Достаточно много фактов как в ту сторону, так и в другую. Можно спорить по разным поводам. По политическим репрессиям. Да, мы факты знаем. Сколько было репрессировано, сколько было убито, сколько было посажено, за что конкретно. Мы все это знаем. Сейчас мы знаем. В Пасарновской области 10 томов есть. Он у Татьяны Борисовны стоит. Можете ознакомиться. Там все перечислили. Кто, за что и сколько. Кто в высшей мере, кто в 10 лет, кто в 5 лет, кто в 25 лет и так далее. Это мы все выясним. Потратили на это больше 10 лет. Потому что тут не надо торопиться. Но остается непреложным фактом то, что в Великую Отечественную войну мы продемонстрировали самое лучшее качество своего народа. Главная мысль, которую вынесли участники – опора на документы, вдумчивый подход и осторожность в оценках любого исторического события.